Всем снова привет, дорогие друзья. Продолжаем смотреть с вами Dotao, и у нас CyberCats против Gambit. И я, честно говоря, не знаю, радоваться этому или нет. DeSports, у нас два состава. Ну что, посмотрим, почему не радоваться. У нас там интересные драфты, мы их еще не видим, но я там подсмотрел кое-что, там действительно может быть интересно. Я имею в виду, радоваться ли нам с точки зрения баланса сил в командах, потому что CyberCats это парни, которые вроде как не суперсильные, но при этом отжимали карты у нормальных команд. И этот коллектив, если кто не знает, который выбил даже в нижнюю сетку во время опен-квалификации на первый сезон такую команду, как Hydra, такую команду, как VGaming. То есть это парни, которые что-то доумеют. Мало того, у них, у двух, по-моему, игроков из этого состава или у одного уже имеется опыт выступлений в DPC Северной Америки. Ну а так, да, поехали дальше. У нас это что? Висп Тинни и Чена Пугна. Ну, Пугна, походу, короче, наш главный теперь спутник, причем и на пост-2, и на пост-4. Сегодня, да. Вчера у нас был день Тинни, он все игры играл сегодня, все игры Пугна. Тинни тоже появляется часто. Еще вчера какой-то один герой был, я вот сейчас не помню. Чена — это то самое. Сейчас мы можем увидеть какую-нибудь, ну для начала, понятно, там Баншу что-нибудь, но я вот мечтаю увидеть, как четыре тролля вызывают массу скелетов и сметают. Ну, четырех тролля очень тяжело найти, это должно так зарандомить. Я вот в процессе тестов в рандомном лобби, в локальном, у меня один раз за все время на всех больших спаунах были шишки. Ну, просто я вот обратил внимание, что один раз так зарандомилось, но в основном ты ищешь подходящих крипов, их просто нет. Вот это вполне реально. С другой стороны, если запрет, он реально может собрать такую армию. Ликан не в бане ни там, ни там, причем вверх он идет уже нереально круто, поэтому если сайберкоты не банят Ликантропа, то гамбиты обязаны его взять, они убивают Эмберспирита и не хотят против этого героя играть. Не очень понимаю, правда, почему, ну, типа Чен, Крипы, Фисты, бла-бла-бла, молнии, вот это все, но это не настолько смертельно, а Патма, Бан, это просто какой-то мем. Да, это странно, потому что действительно сейчас же Гамбит возьмут себе Ликана. И все. И все, мы вчера это видели. А это точечный Бан, походу, да, Союз же у нас, типа, фанат Патмы, видимо, поэтому испугались. Наверное. Ну, типа, Крипа убивает, но это дичь. Ну, типа, не так роляет по игре. Патма убивает Крипов Чена, это сигнатурка, плюс Эмбера, он вроде как там резист, сбивает Лайф Дрейн своими фистами, короче, неприятен Пугни, но настолько ли, чтобы отдавать сопернику Ликана, учитывая, что... А может быть, они сейчас сами возьмут Ликан? Ну, я надеюсь, потому что если нет, то это как ГВП. А если Гамбит сами не возьмут себе Ликана, которым им в рот просто пихают, я вообще не знаю, что тогда... Ликан выглядит для той и другой команды прям хорошо. Сбираешь Ликана, и он берет сначала домик, еще плюс Крип, потом Оверлорд, потом Чен берет Шард. Кстати, тоже, 15-ая минута, вот для Чена это, наверное, важно, то, что на 15-ой минуте ты можешь взять уже НШ. Я бы сказал то, что, наверное, все-таки нет, потому что... Ну, то есть, если ты пост-3, то да, но если ты пост-саппорт любой, то ты все равно Холилокет мейнишь, да, и Мекку. Слишком важные и нужные артефакты, чем нежели новый дополнительный Крип на 15-ой. А денег у тебя обычно нету, да, то есть ты среднестатистический чел, который там с 3 должен покупать и так далее. Наверное. Ну, вот именно пост-3, я бы сказал, что да, замечательно работает. Тем временем Гримстрок у нас, потому что пост-3 Чен уже был. Было мета, было время, очень мало, правда, но он пользовался популярностью. Вот, ну, а тем временем Гамбиты должны... Нет, они хотят на Вокера. Это ультра-забав Тинника, то есть у тебя и Оверчарж, и Алакрити одновременно, при этом все под раскаст Тинника бросается раскаст Инвокера, это все хорошо стакается, и любой погибает вообще. И Лекана сейчас еще. Пожалуйста, давайте Лекана и на Ласпик Саппорт. И на Ласпик Омника еще, чтобы он... Не-не-не, Омник слишком гридово тогда будет. Чтобы просто все в тине вбить. Да, да. Просто если ты еще берешь какого-то подхиллера, то в таком случае у тебя некому играть Инвой... В смысле, не с кем играть Инвойкеру. Нужен активный саппорт, короче, либо сейчас активный саппорт, и потом молиться, чтобы Лекантропа оставили, или если не оставили, то ты берешь какую-то себе крутую тройку с въездом, да, то есть там Сен Кинг, еще чего-нибудь такого плана. Ну вот, ну потому что Сен Кинг тот же самый, например, неплохо работает против крипов Чена по игре. Вот, или там что-то подобное. Ну а сейчас Гамбит придумают. Что-то они очень серьезно задумались, чего они хотят. Андуинга, кстати, тоже можно взять. Герой, который постоит сначала стильником, потому что они могут, например, взять Сеслардара, да, там, или ЛЦ-шку. Ну, ЛЦ сейчас уже не особо, но вот... Хотя ЛЦ против крипов, типа, ок. Ну, неважно, потому что можно Виспа в 4 поставить, и взять Андуинга, и он будет хилить Виспа, Виспа будет хилить свою цель, в общем, все хилят друг друга по цепочке, всем по кайфу. Вот, Тамбу пока здесь... Ну, ладно, крипами можно снимать. Но все равно, на замес хорошие герои. Немножко пассивненькие, правда. Так, и это будет аппарат! Уничтожаем под хил. Кроме этого... Ну, кстати, они не состилили этого аппарата у противника, потому что здесь уже два саппорта имеются в драфте. Но в целом я не очень вижу причины следственных связей. Да, два героя, которые хилят. Да, аппарат прикольно. И под рассказ тоже замечательно. Ну, и, может быть, и на линии он не так плохо смотрит. Да вроде как его подубили что-то. Я не слышал точно. В смысле, я не помню конкретно, что произошло там с ним. Вот, но такое. Короче, возьмите Лекантропа, пожалуйста, и давайте ему не будем. Ему переделывали, что у него кулдфит просто работает с интервалом другим. То есть вместо того, чтобы урон раз в секунду, там урон каждые полсекунды, но суммарно столько же урона. Окей. Да, интересно, будет ли забирать в конце Лекана или передумают. Пока что Марс. Не-не, решили вообще полностью отказаться. Не, я имею в виду вот Гамбиты. А, да я не знаю, честно говоря, хотят ли они уже. Вот Чен Марс в линии будет против Тинни Веспа. Против аппарата еще кого-то пойдет Гримстроук и... Какой это персонаж? Какой это персонаж? Непонятный пока, неизвестный науке. Но товара летят, конечно, очень бодро. А Чена с пугной уже с одной стороны. С одной и с другой стороны в целом летают товара хорошо. То есть просто у Гамбит вин кондишен, даже если они возьмут там Лекантропа или, в принципе, любого другого подобного персонажа, да любую тройку, честно говоря. У них просто вин кондишен позже. У Сайберкетсов вин кондишен раньше. И они могут больше по карте делать, в отличие от Гамбит. Но у Гамбит, очевидно, есть Релокейт. То есть у них есть хорошая мобильность. Все это под глобал ультимейта Паришина. И вот как раз-таки селедку убирает. Совершенно очевидный бан. То есть, ну, если ты видишь Веспа против себя и понимаешь, что нужна тройка, то ты убираешь селедку. Убираешь порой ЛЦ-шку. И прикольно, мне очень нравится идея от Сайберкетсов, что они забрали Марса, потому что Марс, Веспом, как вы видели, да, от коллапса и от других представителей хардлейновой, так сказать, работы очень хорошо вместе стакуются. Особенно потом по игре очень классно летают, арена ставит, вот это все. Так что можно и так. Просто здесь реально вот для Контропа уже, с одной стороны, ты даешь баф, конечно, денег, но с другой стороны, он и так набафанный. А тебе хочется какого-то зацепа полноценного, потому что у тебя саппорты без контроля вообще. Типа совершенно. Еще и без демеджа. Хочется реально какого-то вот такого грязненького Санкинга. Или что-нибудь в этом роде. Вот такого, чтобы что-то там шебуршил. Вот, да. Баланар прикольный, прикольный. Вопросов нету. Но он уже не пошебуршит здесь. Не пошебуршит. Грязненький Санкинг остался. Ну не, ну что-то еще можно же придумать. Тайтхантер есть. Тайтхантер есть. Можно взять его. У вас все равно, в тени потом будет физически, будет приятно. А, да, да, да. Что еще? Ну вот точно не хочется неких отдыха вайперов и виномансеров, это понятно. Хочется что-то вот такое проникновенное, толстое, плотное, милишное. Со станом и демеджем. Желательно. Сейчас увидим. Кентавра, кстати, можно взять при желании. Но против Марса это сомнительно. Но против всего остального нормально. Кентяйки, кстати, вбили, да? Что-то еще тоже по ХП там. Ой-ой-ой, они вспомнили об этом героя из другого пачка. Да, у Кента срезали прибавку. То есть у него там было 4,6, а стало 4,0. Ну и в целом там... А что у Бара поменялось? У Бары? Помню, ничего особо не поменялось. Понятно. Там какие-то были... А, не, вообще его чуть подрезали. Он чуть стал такой, чуть-чуть везде ему там все убрали. Ну прям концептуально ничего. Ну вот он, тот самый... Это Керри Вивер, да? Да, это Керри Вивер, чуваки. И Пугна от АШШ, очевидно, мидлс, тест на кардлейновый, Ээромарс. Ну это прям такое. То есть вообще Керри Вивер, конечно, против Бары, это прям интересная тема. Но давление, то есть снизу супер темп и давление в расчете на то, что там у них все будет супер круто залетать, комбиниться и Чен заовнет. Ну а справа все достаточно просто. Короче, смотри. По тому раскладу, что я смотрел от Гамбитов и от Сайберкетсов. Видел обе этих команды до этого, да, в выходные. Могу сказать так. Вся судьба игры будет складываться на миду в самом начале. Не потому что это типа мидл-линия и там очень важно победить. Нет, потому что, во-первых, АШШ это лучший игрок этой команды. Он лютый вообще задор. Я разговаривал с его бывшим тиммейтом вчера. Он говорит, чел вообще всегда типа на форме. То есть у него не бывает ситуации, где вот он дропнулся вниз. Да, у него есть проблемы с пулом. Да, у него есть проблемы с пулом. С пулом героев, да, там нету такого большого разнообразия. Но чел всегда в форме, всегда старается. Я это видел и на Ростелекоме. Вот недавно мы смотрели турнир. И сейчас на ДВСЛ и до этого где-то еще. Он реально всегда в форме. И вот если у него идет игра, если у него все окей, то он может здесь выиграть. С другой стороны стоит Меложул, который показывал как и супер-мега адекватную игру, в которой он просто невероятный бог, так и довольно средненькую. И вот если этой пугне не дать разогнаться, да, тем временем коэффициенты 1.12, да, против 5. И я согласен с винлайном, шансов у Сайберкается поменьше, но не настолько, чтобы 5, где-то там, я бы сказал, 3-5. Так вот, если, короче, Меложул не даст разогнаться Аш-Аш-Ашу, то все будет хорошо. То у них очень крутой стабильный драфт. Тут, я думаю, вообще спорить не о чем. Ну, Меложул крутой игрок, но у него бывает такое, что вот у него как бы ключевой герой, и у него не прет, что называется. Я вот несколько игр таких недавно видел, и все, и просто все по наклону. Ну, согласись, здесь его инвокер больше утилитарный, больше вспомогательный. То есть, да, у тебя есть вот эта мега-связка висп-тини. Они рано или поздно дойдут до своего предела развития и просто уничтожат. Они дойдут до своего вин-кондишена. Все, что тебе нужно сделать, это просто помочь лапкой, чтобы они добежали до этого вин-кондишена. Да, создать спейс, потом кинуть Алакрити, и ты выиграл игру, скорее всего. Тебе даже не надо нереальные комбы выписывать для того, чтобы это работало. И в целом, да, все по кайфу, по-моему, по драфту. Все рабочее. Сверху хороший тимфайт, да, снизу хороший пуш-потенциал. Но вот пушить против аппарата супер неприятно, против инвокера супер неприятно, против гречки супер неприятно. Да и вообще на такой, вот против такого и сильного вин-кондишена, когда тини просто убивает все, очень неприятно в целом играть, если он возьмет хороший старт, скажем так. Да, и слишком много средств есть этому всему помешать, поэтому я думаю, что действительно у Гамбит здесь все понадежнее. Может, там Хардлайнер у Гамбит, я забыл. Бара. Бара. Хардлайнер Бара и Хардлайнер Марс. Вот я думаю, на самом деле, Underworld, возможно, был бы приятнее. То есть если вот именно думать о том, как сдерживать вышки, да, как сдерживать пуш, помимо того, что сейчас новый ультимейт, который мы уже видели в реальности, как это работает, да, ты сплитпушишь противнику его вышку, просто делаешь тп в другую сторону карты. И с виспом еще. Да, и с виспом это работает и так далее. Возможно, кстати, из-за присутствия в Испании решили такой темой не страдать. Слишком много релокейт к порталу делаешь. Смотри, короче, релокейт к порталу, чтобы потом вернуться и, короче... Сломали мозг, Мэлло. Вот, я о том, что он просто обладает крутыми сплами над пуш, да, то есть очевидно совершенно то, что против него пушить тоже не в кайф. Вот, и в целом, ну да, ладно, их хардайнер тоже подходит. Да, ведь? Я опять забыл, кто это. Марс и Бара. Бара, Бара. Бара. Ну, Бара немного меньше. Не, Бара не то вообще. То есть ему там нужно, чтобы прям он какие-то пачки убивал крипов, ему уже 100 картов нужно, и какую-нибудь там Кайя Яшу, и куча всего. Я скорее про зонинг от тавера противника, да, то есть когда они подходят, чем дольше ты спонж... Ну, условно, Джеки Рос в том вопросе, гений, да, лучший герой на планете Земля. Просто стоишь из-под тавера, спамишь всякая фигня. Ну, он может заехать, но вряд ли он может выехать, если мы говорим про спиритбрекера, если у него мало слотов. Поэтому, да, тут действительно андерлодж, что у него мало, что у него много, он кидает фаершторм, и все. А здесь, получается, если мало слотов заехал, враг стал еще сильнее. Если много, ну, то в принципе проблем нет. Целый ряд героев подойдет, и барик с кучей слотов, понятно, что и с тинником. Так, у нас, видимо, пауза в начале катки, поэтому нам не переключают доту, потому что вы думаете, что мы решились посидеть просто поболтать. А вот она снята. На камеру, но нет. Это не так, это не так. Мы перелетаем в катку. Да, ну что, поехали. Давайте смотреть здесь. Мелажу бежит на своем инвокере на центральную линию. А вот он, парень на фугне, за которым будем следить. Интересные у них такие какие-то скобочки. Видимо, вот Сайберкэтс, то что они. Котики, смайлики котики. Да, да, да. Креативно. Ты не видел, что ли? Первый раз комментируешь наших опций из кошечек? Да, я, мне кажется, последний раз, или первый раз, когда комментировал, если вообще комментировал, у них еще не было, или я не обратил внимания. А вот сейчас вижу, что прикольные. Какие-то фигурные скобки, там сколько символов. Есть, все использовали. Так, ну и опять Afterlife ставят паузу. На, все еще проблемы какие-то с пингом. Ну, ждем, когда они нормализуются. Здесь у нас, ребяточки, из... Кстати, по поводу кэфов, тут реально можно немножко посидеть, потому что у Сайберкэтсов очень крутые линии. И прекрасно понятно, что... Ну, по таймить, давайте скажем так, да. Потому что у Сайберкэтсов крутые линии. И они реально, начало игры, могут иметь там какое-то превосходство. И по тварам, и по голде, и по экспе. Может быть, не самое большое, но все же могут. Вот, а потом уже, соответственно, у гамбитов будет вот эта вторая волна вин кондишена, когда они должны будут дофармить свои шмотки центральные, потому что у них по гридови драфт. И Баратру мне, кстати, не так сильно нравится здесь, честно говоря. Ему как-то глистновато. Но вот Вивер, вот зачем Вивер? Вот это самый главный у меня вопрос, наверное, к Сайберкатан. Я не особо вижу Вивера в этой мете. Да, он не так хорош. Он и раньше не был так хорош, как ПОС-1. Непонятный, да. Его тини-шотнет моментально, его бара подсветит очень хорошо. Какой-то странный такой... Ну, разве что просто, если он вначале разгоняется, то такой вот керри, как раз под давление сыграть... Просто обычно ты смотришь на новый патч, да, с точки зрения того, что герой довольно часто не апает, да. Ну, ничего ему не поапали, ничего особо с ним не произошло. Если поапали, то не очень сильно. Ты смотришь на то, кто из других коров стал крутым, да, и сильным, кого он контрит, возможно, и какие новые артефакты или там новые свойства артефактов появились, которые могут... Очень круто работать на Вивере. Ничего его не касается. Вот реально. Ему стало, мне кажется, даже хуже, потому что если раньше было довольно много всяких разных ловкачей, тонкачей среди керри, и он с ними мог драться, как мужчина с мужчиной, что называется, то сейчас это мета жирничий в основе своей, да, пока что, как минимум, на керри позицию, и он не то чтобы с этими жирничами что-то невероятное делает, потому что он... Это герой, который любит ворваться, быстро убить, соответственно, нажать таймлапс и ворваться еще раз, и быстро убить. Он не может стоять и получать дамаг. Он не может стоять и махаться, вот как в Акаусу. Ну, он совершенно непрочный, да. И опять же, если говорить про то, что ну, если он там перефармит, ну, так если любой керри перефармит, он силен. Может ли он быстро фармить? Да. Но является ли это самым главным в пост-один сейчас? Да не то чтобы... Кстати, антимага тут видели на керри позицию нового. Очень крутой билд был. Антимаг с вангардным фест-слотом, диффузалом вторым слотом. И что-то он еще там по мелочи себе купил, закончил игру, просто пошел. Диффуз точно должен использоваться. И это... Потому что никакого бфа вообще. Просто забейте, что называется. То есть он примерно там типа... Старый билд. С 12-13 минуты пошел уже махаться со всеми. Так, ну все, вернулся у нас Afterlife. Все, он там починил свой интернет. Да, интересно-интересно, как этот виверок. Ну и висп не очень доволен, да. У него герои... То есть могли взять на четвертый пик вместо Апаришина какую-то тройку, которая была бы суперкрута с виспо. То же самое с Сордар. Но вот теперь висп недоволен. У него герой, который не нуждается в нем вообще. Кроме как в линии начале для того, чтобы просто регена давать больше. Он герой, который с ним не скалируется. И герой, которому не нужен релокейт вообще. Да, то есть... А так как ты обычно с керри начинаешь стакаться немножко позже. Потому что, ну, релокейтить условно гарантий не еще ладно. Но есть герои, которых тут... ФБ, кстати, для Фезера. Есть герои, которые нуждаются в подобном. Типа Марса, например, да. Он очень комфортно себя чувствует в релокейт-ситуации, когда только-только появляется шестой левел на виспе. То есть это около десятой минуты. Он такой, спасибо, висп, ты меня присылаешь к фрагам, которые я могу поставить, там, сделать что-то активное на карте. Но Барри нафиг не нужен висп. Он просто совершенно спокойно сам справляется с этим вопросом. Так, ну, вроде опять у нас тут... Ну да, это... Ну, короче, он будет ждать момента, когда Стини будет играть. Да что ж такое-то? Написали гоу в этот момент. В чем самое интересное, что именно в этот момент Меложул нажал на кнопку. Ага. Хиро как бы. А, это у... Непонятно, кстати, у кого. Меложулы? Видимо, да, но раз он перезаходит. Интересная, интересная ситуация. Ну, еще не поздно для рехоста, если что, будет, в принципе, на такой стадии. Ну, можно договориться, да, отдать ФБ, типа, вот это все. На такой стадии можно, да. Ну, я думаю, что такая у нас уже была темка со спиритами. И на этом, на прошлом... Я же был на финалах, на финалах ДПС. И здесь вот. Такой вот ситуейшн. Так, ну что. Гамбиты начинают на верхней линии. С вот этой линией с виспом, где непонятно, зачем он нужен. Будет дальше, во всяком случае. Интересно, Чен как себя покажет. Наверное, к нему больше всего хочется присмотреться. Здесь Вивер Чен с Блайдстоуном. Так, пошел, пошел. Сейчас появятся крипчики маленькие. Можно будет кого-то взять. Посмотрел, поставил Сентри. Крипы появились. Ой, хороший, хороший крип. Может быть, не самый лучший, конечно, но довольно-таки приятный подзамедло. Можно будет пробить того же самого виспа. После гарпии топ-2, наверное. Ну да. После гарпии. Можно, конечно, взять микрокрипас с Сайленсом. Вообще, я так вот думал, что столько вариантов различных. Можно сейчас вот, например, брать в некоторых ситуациях. Выгодно даже брать тролля, хиллера, у которого теперь аура увеличения подхила. И тем самым увеличивать реген в своей команде. Забавный, кстати, момент, что сатиру Душекраду, которой мы на Бёрне сделали ауру маны, но на ней осталась иконка тролля. И сколько лет пройдет, прежде чем ее перерисуют обратно, непонятно. Думаю, нисколько. Ну да, возможно, так и останется. Можно... Я, кстати, видел одну темку такую, довольно прикольную, когда Чен берет этого Урсича. И прям в драке Урсича специально призывает нового крипа, чтобы Урсич умер. И дал всем баб. Да-да-да-да-да-да. Крутая штука, согласен. Ты ее просто же в нормальной жизни не затаймишь никак, чтобы вот прям отдать крипа. Ну да, это случайно может произойти. Да, это может случайно произойти. Но, скорее всего, этот крип будет не в зоне, так сказать, бафа своей команды, потому что она будет на фронтлене где-то. Вот, но здесь, да, очень крутая идея. И так обычно ты дерешься там условно при заходе на ХГ на линии, да, то ты всегда можешь найти рядом настоящего чужого просто крипа лейнового и взять его. И таким образом, кстати, задинаете. Ну, были еще кулстории из начала патча, когда вышел только патч, и выходили кучи фиксов. Там сразу, я вот опять же сидел, каждые 15 минут, если я хотел пересоздать лобби, мне проходилось обновлять доту. Там говорили, что стакались ауры мелких кобальдов с ГПМ. И можно было просто набрать кобальдов с ГПМ и бегать там. Если в пятером бегаешь, то это получается 500 ГПМ на команду. И еще бегаешь, пушишь. Не, не 500, подожди, они дают по 20. Да можно просто на базе встать, короче, с несколькими кобальдами, там еще доминаторы накупить, короче, и сидеть просто на базе, все в пятером. Четко, да. Если взять 5 доминаторов и 4 крепачена, допустим, да, то это получается 9 на 20, это 180 голды на героя, еще на 5 умножаем, и это получается 900 ГПМ. На команду. Ну, конечно, на самом деле все равно не так уж и много, но ни разу еще не видел, чтобы этого кобальда по итогам брали. Хоть раз. Хоть раз его кто-то взял. 20 ГПМ, конечно, еще и за такого мелкого крепочка. Ну, можно какие-то рекорды ставить, если герой на супер-мега-фрифарме взял ему еще этого кобальда, еще там как-то, не знаю, запулил. Так, ну, все еще у Афтерлайфа проблемы какие-то. С Пингом там решает, перезагружает роутер, компьютер, не знаю, мышку переподсоединяет, обновляет, все, к сожалению, бывает такое. Причем сначала у Афтерлайф проблемы, мелажул не может двигаться, потом еще какие-то проблемы. В общем, проблемы на проблемах. И конца края этому не видно. Да, да, действительно не видно этому никакого конца и края. Ну, ждем, ждем, когда ребяточки из значительной команды Гамбит. О, Бара, кажется, возвращается у нас потихоньку. А, если у него Пинг 200, будет, конечно, грустно ему играть. Хотя на Баре, в целом на Баре можно и с Пингом 200 поиграть, вот в отличие от какого-нибудь там инвокера, например. Здесь у инвокера вот такие траблы. Ну, все равно неприятно и на лейнинге, и потом там где-то на кого-то не успел кликнуть. Так, во, сейчас реклама пойдет. Или, правильнее сказать, антиреклама. Да, да. Собственно, вот она, антиреклама подъехала. Ну, что поделать. Видимо, у определенного провайдера сегодня день не доты. Так, ну, пробовать продолжить. Так, гоу, гоу. Хорошо. Поехали. Нет. А, инвокер просто вылетел. Просто вылетел инвокер. Ого. Да. То есть, причем, сами даже, ну, этот, вроде гоу, а вроде инвокер вылетает. Да, пока что душка идет. На самом деле, уже так вот мы сидим, шутки шутками, а первая пауза заканчивается у Гамбит. Ну, я думаю, что сайберкоты... Ими поделятся, да. Да. Да уж. У нас вчера была такая пауза, достаточно долгая, но там все разрешилось, и игрок смог вернуться, и по итогам отыграл и даже выиграл. И, кстати, он вылетел в очень непростой момент, и потом смог повернуться и разобраться в ситуации, выиграть сложную катку. Кстати говоря, они там проигрывали, как-то надо было что-то спушить, отступить, чтобы тебе ничего не спушили. И, короче говоря, потащить. Ну что, и Меложула мы ждем. Ждем. Ждем возвращения. И у нас вернулся Меложула на этот раз. Так, и наконец-то мы все-таки начинаем смотреть, что же здесь будет происходить. Немножко даже потерялся... Ага, у нас Чен, да, у нас Чен с Вивером там сверху. Здесь Меложула... Против Паша-Шаша, да. Не дает добивать. Как я и говорил, именно Каша-Шаша надо максимально присмотреться, потому что он может развалить свой лайн. Он очень круто сейчас играет. Он на Пугне уже, так сказать, еще на предыдущем патче, когда о Пугне не так много народу вспоминало. Он ее мейнил. У него было два главных героя. Это Пагна вместе с Паком. Вот, и Паг, как вы понимаете, вылетел немножко из меты. А вот Пагна наоборот. Стало только крашен. А Боти у нас Майленайта очень серьезно напрягают. Камешек, походу, может лететь в таверну, но благо у него очень много хп, поэтому он переживает весь рассказ. И Пантомем за него, походу, будет отлетать. Там, правда, копье еще не откатилось. Вдвоем сейчас нанизаны были бы на копье. Было бы довольно забавно. Даблкилл там для Марса, все дела. Так, ну здесь какой-то afterlife попытка интересная, конечно. Отсутствие стакинга какого-либо между героями. А у тебя Висп плюс Бара. Бара хочет, чтобы у него был герой, который наносит демидж, типа Скарафа, в его патте. А Висп хочет, чтобы у него был герой, который бьет активно суроки и получает от него какие-то свои плюсы. Но они просто друг друга недостойны, что называется. Они друг с другом просто не работают пока что. Потом, впоследствии, может быть, но не сейчас явно на лайне. Ну и Вивер, Чен. Вивер всегда был сильный на лайне. Да, Чен, это, понятное дело, вообще разрушитель лиц. Сейчас герой, который не дает тебе нормально стоять. Плюс, единственное, которое имеется у afterlife, это то, что он, играя на корове, совершенно спокойно может делать ТП просто домой. И после этого прилетать обратно на лайне. Таким образом, фул регенится. Но это все еще минус левел, это все еще минус крипы и так далее. Это время, которое тебе нельзя тратить, будучи тройкой. В этом-то и вопрос, что, ну, ты улетаешь. Одно дело, когда ты зафармил пачку, улетел, вернулся до подхода следующей, а другое дело, когда ты просто улетел и все, и не получил экспы. Не очень хорошая история. Ну, и на миде все нормально у Меложула. Он хорошо сейчас отыгрывает против Ашаша-Аша. Вначале у него было проседало по крипам, там пугна имело больше. Сейчас они уже на одинаковых строчках по этому поводу. То же самое касается, в принципе, всех остальных лайнов. Все окей, что у Тини, что у Вивера, что у Марса, что у Бары. В целом сидим, не напрягаемся особо, да. Ну, и очень важно будет стаки, кстати, делать Ашашашу в этом лесу. То есть Чен может в целом тоже двумя своими крипами. У него, скорее всего, уже второй левел, как он там называется, господи, Холиперсейшн. И как раз-таки совершенно спокойно можно двойным крипом делать дабл стак в подлеске рядом с пугной, потому что она любит фармить таких маленьких крипочков, да, там с большого компа, с третьего компа. Таким образом, Сноуболя и Марсианин примерз, но походу с ним все будет окей, потому что дэмэджа не хватает, стан очень-очень вовремя срабатывает. Вот с аппаратом не будет. Да, с аппаратом точно не будет. Висп, кроме этого, погибает на топе, и того линии начинают заливаться со стороны гамбитов. Немножко. Это всего лишь смерть и саппортов, ничего особенного не происходит. И, как мы видим, то, что у Тини все равно не намного больше, чем у Вивера, который только что еще и фраг получил. Да, не намного меньше, что ты, наверное, имел в виду. Да, да, да. Суть весьма понятна, а Милажул еще и вместе с Виспом здесь убивает. Вот это уже очень важно. Вот это было супер важно для Вокера сейчас. Потому что, ну, во-первых, понятное дело, что он заряжает урну, но самое главное для него это то, что он не дает разойтись Пугне. А для Пугне, точнее, тайминги ее левелов супер важны. Она супер-мега-зависимый герой от Экспириенса. И, соответственно, она должна двигать карту, да. У нее, кстати, в команде двигателей карты нету. Что-то печально. То есть ты, когда играешь с Пистом тем же самым, ты понимаешь, что помимо медовой вышки, ты совершенно спокойно АФК в тарелку заберешь еще и другую вышку. А тут Пугне надо забрать и свою на мизе, и пойти передвинуться на бота. В общем, на ее плечах стоит намного больше по тому, чтобы двигать карту. Так, здесь что у нас? Здесь уже все потратили все свои сплы, нет, не все. И пытаются убежать Марс, и убегают. По-моему, он живой, да, более чем. Да, и вот сейчас... Расказ, есть смайли на это. По-моему, должен быть рассказ того, что все дела. Типа, покажите, пожалуйста, на одну секундочку. Ну, он... Да, но ему не дадут. Ему не дадут. Что? Не дадут. Серьезно? Серьезно? Он развернулся. И сейчас еще и Физор мог здесь погибнуть. Может быть, его все равно зацепило бы. Просто он развернулся, чтобы дать копьежа, да, для того, чтобы не дать подойти денег. Так маны все равно не хватало. Ну, ладно, тут, да, маны не хватало. У него 112 маны было. То есть, там, 8 маны регенялось бы еще очень долго. В общем, пока что какая-то заливочная начинается у нас. И у Пугна тоже проблемы. Деняет руну инвокер. Отличная игра. Отмеложила все здесь. Да, да, да. Но если у Шаша-Шаша не пошла игра, то в целом можно, так сказать, закрывать. Потому что все остальные хлопцы, как бы, конечно, неплохо отыгрывают. Но в сравнении с Шаша-Шашем не то чтобы. Тут это прям реально их мейн-тащер. Вот. Ну и Петручча. Честно скажу, кстати, вот Петручч нереальный хруст на Виспе. Чего? На Виспе. На Вивере. На всех остальных героев я его не видел. Ну и вот мы сейчас видим, да, микроконтроль, все дела. То есть, да, да, да. Запустил дебафом в Крепочка. Пенитенсом, да. Да, лучшее название для дебафа. Мне тоже нравится. Да. Ну тяжело дается, тяжело дается убийство у этого Шарика. Бар все это время летит. Шар пытается отбиться. Все, Шар в порядке. Отбили Шар. Петручч потратил супер много времени. Вместо того, чтобы просто заниматься стакингом, да, для своей пугны. Или, например, там, уничтожение... Ну ладно, Лайн все равно выигран. То есть у Шигетсу все хорошо. Тем временем 1.22 от Винлайн. На Гамбиты 3.45. На конкретно эту карту на Сайберкетсе мы понимаем, что Винлайн полностью уверены в Гамбитах на отдельно взятом вот этом драфте, на том, что происходит. И в целом я с ними согласен, пока вот, ну, ноль времени для паники, и может изолтать себе спокойно 2000 фрибет. По трансляции БНРчик имеется. При регистрации, естественно, их получить. Коллапс на Марсе. Фанат там, но у него приписка коллапс. А, да, да, он фанат. У него, у кого-то из них, кстати, была еще типа тема, девочки, пишите мне в поэм. Ну, в смысле, Girls PM Me, потому что девочки, пишите мне в поэм, это слишком долго. Вот. Я в целом осуждаю, как бы, можно писать просто люди или доти. Просто PM Me. PM Me, да, please. Забирают тем временем Гримстрок, и сейчас могут Марса здесь поднапрячь, но, не знаю, Марса уже ресурсов не хватает. А сверху там Вивер дайвит за бар и вынуждает его опять отступить. Такая же ГГшечка для Баратрума, он нереальное количество XP пропускает, да? То есть, если Марс, например, имеет 2600 столько же, сколько у Баратрума, но Марс не ливает с линией вообще. Ну, ладно, его один раз убили, условно говоря. А Барыч вроде как и не умирает, но при этом все равно постоянно делает этот ТП, тратит бабки и тратит время на то, чтобы обратно возвращаться при помощи Ржа. Да. И он, Вивер, вообще ничего не делает. Вивер — это тотал фрифарм. Ну и чем дальше, тем хуже. Жуков скорость атаки не позволяет сбивать быстро. Так, тут... Марса видел, да. Опять. Я не понимаю, Чен, ты оставил... Ну, в смысле, у тебя Вивер на фрифарме. Ты не нужен вообще нигде, кроме как на боте. На боте происходят самые главные замесы. И ты либо пушишь миддл с пугной, либо приходишь на ботом помогать убивать Виспа, Смелин Найта, не давать разгоняться. И вот они убивают теперь еще при помощи инвокера и Кримстроука. Что? Чен, где ты? Не, ну он... Ради его отмазки легкой, могу сказать, что до этого он подстакал лес все-таки. А. Сейчас он вышел на мид, да. Но сейчас уже он не успевал. И, видимо, он решает, что проблемы бота... Ну, типа, вы залили бот, а ваши тиммейты... Ну, чем мы залили бот? Он попушил немножко в это время, но Тауэр-то стоит, поэтому... Такое... Нет, конечно, печально. Печально то, что Чен сейчас... Петруч, он, мне кажется, явно не ощущает себя комфортно этому герою. Чен, это все-таки довольно своеобразный. Герой не потому, что тебе надо кнопки нажимать и микрить там крипами, и вот это все. И то, что у тебя один спелл может нажиматься в три разных способа. Да, и по факту у тебя не четыре спела, а больше. Вот, но... А потому что он макро-герой, да, он макро-герой, выполняющий макро-задачи в начале игры. Если ты их не выполняешь, ты становишься, ну, довольно часто юзлив с крипом. Ой-ой-ой, как больно здесь... Ну, залетает бласт, да, и хорошо. Виску больно, но не смертельно, а вот всем остальным еще и смертельно. Ой, как... Как же плохо все. Ну, все, тут уже, по-моему, не важно. Да-да-да, это тильт, это уже тотальный тильт. Здесь невозможно с этим справиться. Вы не реализуете героев, которые должны пушить. Да, у вас ни Чен, ни пугна, активные ничего не могут делать больше. У вас вивер, конечно, молодец, он фармит, но вивер не перевернется в игру в IT никаким образом, это физически невозможно. Да, с таким, с такой игрой, конечно, ничего тут не перевернет. И... Пошло ответный залет на Марса. Да, они не могут почему-то в пятером играть. Точнее, не в пятером, в четвером. И надо тупо стакнуться все вместе. У них очень крутые связки, да. Там сектор шанс, но у виверша куча заканчивается, и дальше не рекомендуется идти. Ну, он, кстати, молодец, он не пошел. Виспа сейчас можно будет попробовать хотя бы забрать. А, да нет, там народу много вокруг, пара еще, если что, подсейвит. Пантомиема есть ультимейт, правда, мана нету. Надо где-то рус добыть. И... дайвить туда, за этим виспом... Да, вообще не хочется. Висп еще с инвокером вернулся, а не... А я не понимаю, почему Фезер поставился. Стоит, смотрит и говорит, хочу по щам получить, ему, говорят, надержу. И у вивера проблемки. А, нет, он выживает. А, вот теперь не выживает, ладно. Ульта заканчивается, буквально одного удара не хватает. Скажешь, пошел самстрайк, но он не попадает. Так, ну и барик. Очень хорошо аппарат втанчил, несколько тычек, и это барик позволило выжить. Копье такое. Мемное копье, конечно. Ну, сейчас можно разогнаться, кстати, на шикучисту. Ну, хп нет. Да, и все равно, что нет. Хочется, да, вот оно стоит такая. Рыбка. Под вышкой. Не, вивер-то его точно не убьет, а вот вышка. Еще, не дай бог, там вивер успеет навстречку, знаешь, тычку дать, вылетит в молнии, вышка убьет. В общем, ни к чему давать сопернику шансы на какой-то камбэк, когда тут это все. Нам-то надо дать какую-то интригу. Нам? Ну, я думаю, что она сама придет. Мне кажется, что тут еще реально... Хотя такой драфт, конечно, что... Он слишком уверенный, понимаешь, да. У меня ощущение, что очень сложно им ошибаться. Вот реально. Блэкхолу можно ошибиться, но можно ли ошибиться Баратрумом? Ну, относительно драфта соперника, уж точно ошибаться здесь сложно, потому что что будет делать со своим Ченом, вивером, вот с таким началом, конечно, не совсем понятно. Чен форманул шестой, окей. У него появился ультимейт, и все. И Фезар вместе... Я думаю, мы, кстати, с тобой еще не один раз увидим вот эту жертву Чена, да, когда у тебя команды понимают, что... Да, ну, ну, нашли, ну, что? Так, пугна просто расстреляна. Да, без шансов для пугневича. Здесь Грим пытается что-то сделать. Что-то это, конечно, мимо не творится. Гадд оф гадз. Это на вивера, это на вивера, наверное. Думаешь? Да, да. А, он убивал Баратрума. Ну, хоть что-то. Там даже можно сказать, что Баратрум его вроде как убивал, но из-за этого хила... Короче, вся игра на вивере строится. Вот если просто из этой игры взять вивера, вырезать, то такое ощущение, что у них реально все неплохо. Потому что он там месит этого в бару, сейчас Чен его захилил, красиво. Но, к сожалению, во всех остальных точках... Да, все остальные инспекторы игры полностью провалены. Правда. Я говорю, мы с тобой еще несколько игр наверняка увидим, может, если не десяток или сотню, где команда берет Чена. Просто потому что он супер-мега, типа, классный герой, но не до конца понимает, как его реализовывать. И вот сейчас это вот классика жанра. Это вот прям пабовый Чен, знаешь, когда... О, прикольный герой, никогда не играл. Дай-ка попробую. Я не говорю, что Петручча никогда на нем не играл, но его команда... Совершенно очевидно видно, что она не очень готова к тому, чтобы его реализовывать, весь его потенциал как героя. Да, ну вот. Это вот то, о чем мы говорили с точки зрения Керри Вивера, который был ластпиком. И ты такой думаешь, ну, конечно, классная идея, но... Но... Как-то страшновато. 1-0-4, дорогие друзья. Гамбит от Винлайн, соответственно, 8-5 на Сайбер Котов. Понятное дело, что у Котов шансов Кот наплакал. Ну, с такой игрой, да, и с таким драфтом тоже, действительно, как бы и в Вивере проблема. Но она скорее в перспективе. А вот проблема не в перспективе, это с их игрой. Потому что, ну, будь здесь не Вивер, а какой-то крутой Керри, допустим, даже, верилось бы просто больше, что он сможет перевернуть, но ситуации бы лучше не стало. Потому что Пугна не стала бы меньше умирать, как и уж тем более Марс, который умер уже три раза. Ну, кстати, он вроде бы три раза умер, но все смерти такие очень неприятные, я бы сказал, критичные были. Да, но они сбили ему тайминги на артефакт, а если у него нету таймингов на артефакт этого Пугна, они могут из-за этого раскрыться. Если она не может раскрыться, то у вас нету мидера. А она не может раскрыться, вы можете посмотреть по количеству дэмэджа по ТВ-рам, которого нету вообще. То есть они буквально не могут сбить ТВ-ра хотя бы один, имея в драфте Чена и Пугнул. Сейчас какая минута? 16-ая минута матча. Это третья катапульта. И на третьей катапульте наконец-таки зоопарк был собран, и наконец-таки никто не помешал. В прошлой игре НЧА до десятой все три вышки смешал, а тут никак не могут и вынуждены отступать. Там какой-то суповой набор у Чена из скрипов, там тролль с брейком, совух, кентавр погиб. Собака. И собака, да. Накрытые. Такие ауры. Не ауры огонь, конечно, ауры хорошие. Виктор не спорит. И брейк, ну который здесь не нужен, правда. Денайд с вышкой снизу. Стрелокейт минус Марс. Да, без шансов для Марса. Он, ну кстати говоря, очень неплохо может залететь урона. Не-не-не, он сейчас стрелокейтнется обратно. Да, виск мека. И, о-о-о-о. О-о-о. Убираю. Убираю. Что-то вообще буквально секунду не хватило для того, чтобы инвокера увести обратно. Представляешь сколько урона? Там ведь был на самом деле... Так. Это пугна. Это пугна, да. Такое ощущение, что инвокер зря кастовал вообще под этим вардом. Он, по-моему, сам себя убил по итогам. И несмотря на то, что висп захилил мекой и восстановил донну хп. Так, напугну на падение. Оп. Не дает. Чен пошел под хилочка. Виска. Пошел раскаст. Можно, можно сосать, но не получается. Не получается. Слишком много дамаги. Марс списывает. Марс пришел, арены нет. Но вы держитесь, парни. И теперь вивер еще вступает в битву. Вивер накинул жуков. О, кстати, у вивера нормальный дамаж. Ну так да, он вивер керри. Как бы он должен накидывать жуков и убивать. И проблемы здесь небольшие у Смайля Найта. Но сабля помогает им убить. Летит ультимейта Потамема. Куда-то в совершенно другую сторону. Мимо всего. Тем временем монстует и живет Марс. Но ненадолго Гречка его все-таки закончила. Крайне сложно драться против Гамбит сейчас. У них слишком много спилов. Именно с маленьким КД. Да, да. То есть, окей, ты условно говоря, какой-нибудь там, типа, Чен, да? Дал свой Hand of God. У тебя это на миллион лет кнопка закрыта. Арена на 90 секунд закрыта, да? Там 90 секунд, когда я сейчас. Ты же у нас марсианин опытный. А я не знаю. Понятно. Уже... У тебя же 100 игр на Марсе. Я уже ветеран. Я не помню, сколько там было, если честно. Я думаю, что 90 было. И осталось. Просто знаешь, как ты этот... Поэтому по наитию. Понимаю. По наитию ставишь. Можно нам обзору вам показать, пожалуйста, ультимейт, чтобы... Так, пулдаун арены Марса хотим оценить. Да, КД арены Марса. Топ комментатор на... Оооо, вау, вау, я не играю на Марсе, но... Есть ощущение, знаешь, вот это внутреннее, типа... Я говорю, по наитию, по наитию. Чувствуется, что что-то там такое. Что-то типа 90 написано. Ну, кстати, Чен в итоге взял Шарт себе суперрана. Ну, тут, конечно... А что он до этого себе взял? А ничего он себе не... Ну, я не знаю, я не уверен. Ну, то есть Холли Олки-то у него скоро, кстати. Но в целом, ладно, вот этот большой прикольный крип, который неэффективен, кстати, против товаров. Даже там такой был момент, когда... Вот это... Пугна, если бы пережила Эви Ланч, и успела Лайфдрейм в двух героев закинуть пораньше... Пошло! Норм-тема. Вообще идеальная цель, если что. Инвокер самая дорогая, при этом самая легкоубиваемая цель. Не считая, ну, очевидно, саппортов, но среди коров, да. И крипы тут... Слушай, он неэффективен, но он свою задачу сделал. Ну, скорее, тут уже от старости упала вышка. Мы очень долго ее пушили. Так, нормальный. Вивер 9-900. Слушай, Вивер-то как-то нормально. Ну, не оторвался. Он не оторвался, он скорее просто в нормальном темпе идет. Да, у него супер-мега хороший лайн был, поэтому... Так, еще врыв. Довольно просто. Оу! Это было близко. А можно развороте. На развороте надо напасть, потому что вне позиции сейчас вся команда у Марса. Она стоит сзади на лоуграунде. Он был отрезан. Просто еще и спиритбрейкер летит в Аш-Аш-Аш-А. И Трипл-Аш сейчас получит в Аш-Аш. Сейчас закинул декреп. Нейзер. Все дела, типа, да. И супер-идео. Александр, зря себя закинул декреп. А какая разница? Ну, да. На самом деле тут разница действительно немного. Немного. Так, брейк на Тинника. А Вивер тем временем вошел со спины. Успевает ультануть Барик от него. Очень далеко ушел. Ну, к слову говоря, Барик на самом деле... О, руну подобрал, задиспейлил. Барик-то ничего не мог сделать Виверу, поэтому зря он так испугался его. Был же Назарстрайк потрачен уже. Ну, ты боишься, потому что вдруг рядом находится кто-то еще. Релокейт, торнадо, все дела, все зачинстанец, а ты не нажмешь кнопку. А кнопки еще и нету. Интересная игра. 21.8, но преимущество менее 2000. Это прям такой... Но это не ментальное преимущество. Ментальное преимущество, да, в том, что у гамбит дикий лейт. Отлично стакающийся герой, не считая вот Баратрома, который, ну, так себе. Вот, именно в этом лайнапе. И все работающее. У тебя сквозь БКБшный контроль, сквозь БКБшный дэмэдж, сквозь БКБшные спылы. Все это в процентажах во всем остальном, типа, с бафами. А бафы сейчас, вы сами понимаете, что в предыдущей мете, что в этой мете очень-очень важны на твоих мейнкорах. Вот, и ты смотришь на правый драфт. Ну, типа, да, есть чем драфт, это реально круто, но такого объема синергии нет. Представляется, будет ли ульта аппарата. Да, будет ульта аппарата, успевает захилить Чен. Ульта аппарата ни в кого не попадает. Старый ультимейт Чена, кстати, его спас бы. Ну, ненадолго, наверное, но спас бы. А новый ультимейт Чена нет. А старый ультимейт от нового Чена? Отличается объемом хилла в мгновенном, то есть сразу он дает меньше, а потом дает топ-хилл. А, то есть адреген, да. Да, да, да. Ну, то есть, по факту, Митяйт правильно объяснил мне, что этот ультимейт стал более универсальным. То есть ты, условно говоря, в начале файта, да, какой-то один твой герой начинает приседать, остальные все фулл хп. Ты его спасаешь, но при этом всем до всех остальных этот ультимейт становится, ну, ноль. Да, типа, он не дает... И у Вивера проблемы очень серьезные сейчас. Если контроль... Ой-ой-ой, ну а что дальше-то? Ну, уйдет он. Посмотрим. Так, перекачивает хп в него. Да, чтобы он жил, чтобы он бегал. Он пошел объяснять, но висп вернется, и никого здесь зацепить не могут. Не, ну Виверу, конечно, уважение, то, что он все это дело пережил. Ну, я думаю, он спамил кнопку, прям вообще вжимал в клаве. Ну да, но как бы толка действительно немного. Хотя вот Чен бежит с драконом, с гарпией, куча летающих крипов. Выходит на вышку. Ой, аппарат подставляется. Аппарату сейчас может быть больно. Ариена хорошая могла бы быть, если был бы дэмэдж внутри этой арены. А он сам просто погибнет. У него прокатится шар. Да, они должны были забирать. Они должны были забирать как-то вроде как аппарата. Они просто суперразраздненно сыграли. То есть у тебя Марс стоит на лайне, и четыре человека стоят в подвеске. И такой, так, ну вы либо играете под арену, либо вы не играете в доту вообще. Потому что, ну, у вас весь ваш тимфайт потенциал заключается в том, что у вас есть арена и стан. Под эту арену. И рассказ, соответственно. Но что-то, конечно, они крайне задумчиво сыграли. Мало того, я так понимаю, что у них не было СН3 нормальной, поэтому они не увидели влет от Тинника. Или если увидели, то не смогли его отконтролить, потому что у Тинника это Сильвер. И дэмэдж там, боже мой, вообще. Мое почтение, что называется. Тут уже все. Тут уже под Алакрити. Под Алакрити и под Оверчарджем. Одновременно, если было бы еще быстрее, но они как-то решили не затаймливать. Виску, ой, виску. Виверу шесть слотов нужно. Так, Чен призывает крипчиков. Это ты к чему сказал? А что я сказал? Виверу шесть слотов нужно, я думаю. Ну, чтобы хоть как-то с этим сравниться, с этим Тинни. А Тинни... А ты по поводу того, что из-за бафов? Да, да. Но из плюсов у Вира хотя бы есть вот эта подмога, да, сзади, которая помогает ему жить в виде... Господи, ну, лайфдрейна. Пугны? Но это не работает против аппарата. Это не работает против аппарата, и самое главное, не работает вместе с вивером. Потому что, ну, то есть нынешние керри, да, типа Тинника, они такие, да, да, дайте мне в лицо фиговую тучу демеджа, я это все выдержу, мне еще и перекачают. А вивер, он не хочет стоять на месте, он не хочет смотреть, ну, то есть он не хочет потанковывать, и он не хочет находиться в ситуации, где у него пугна, стоящая на точке, ему лайф личит. Он от нее убежит, ему некомфортно стоять рядом. Вот, поэтому, ну, такое себе. Они даже внутри этой механики не работают вместе. Хочет как-то действительно действовать немножко по-другому. Короче, слишком... И у соперника слишком нет от пик, и у сайберкетов. Так, ну Тинни увидит на этот раз. А что, просто вот пошел отсюда. Потому что убить его как-то тяжеловато. Инвокер в позиции, сейчас всех увидят. Начинаем нападение. Пошла ульта аппарата. Убьют? Нет, нет, нет. Не должны, если там какой-то вырыва не будет. Марс ставит арену. Тем временем Гримстроф погибает. Но здесь много урона. Кстати, так что в любом случае Пугна не умирала. Ой, ну тут... И сейчас, походу, не умирает. Она под весом. А, ну да, понял. Она под весом. Да, и Hand of God не залетела. Висп пытается релокейтнуться. И у него получается нормально, все окей. У него снимает Жука. Тем временем там продолжается файт. Пытается убить Тинни. У Тинни Аегис, поэтому в целом по бегу. Пускай убивают. Сейчас Висп вернется. И вот у Виспа будет копье под боком. Срава уже практически должна полететь. Да, ему полетело копье. Соответственно, сейчас просто Тинни должен продать своего саппорта. Но есть седка. Седочка. И дракон полетел. А просветка есть? А, есть какой-то... На Вижен наступил на какой-то, да? И неужели этот Вивер? Слушай, это... Это жесть. Он реально разваливает. А мультимейт Вивера, кстати. Не-не-не. Слишком... Ну, это Кэрри Вивер. Тут у него слишком много хп. Вот это да. В итоге, получается, у нас выбивают Аегис. Забирают Виспа. Забирают Тинни. Забирают Бару. И это все в размен на кого? Мне понравилось, насколько плотно Вокер их всех вообще послал. Он такой посмотрел на это все. И такой, нет. Я не буду им помогать. Ладно, ты не помогаешь Виспул. Но вот то, что ты не помогаешь даже просто там тормозами... Марс. Нападение на него. Пошел за Весел. И что, его Вивер бросит здесь? Да. Вивер без хп. Да и ему тоже тяжело здесь помогать. Хотя, на самом деле, кинул Жуков. Начал бить это в Бару. И урона-то много. Линкин Сферу делает. Вот с Линкин Сферой будет уже поинтереснее. Барнис может хотя бы у него брать разгон. Но опять же, вот если представить, что у него был бы плюс слот, просто вот они бы шли по своей стратегии сноубола, было бы в разы интереснее, потому что... Ещё плюс какой-то слот на урон, и Ювер реально становится супер неприятным. Так, я ложу. При этом всём потенциал для роста у Тинника намного-намного больше. Конкретно в этой игре. Больше. Но тут ещё такая ситуация получается, что Тинни вроде бы он жёсткий, но вот он влетает в Вивера и, как правило, убивает его сразу. Но если он его не убивает, и начинается вот эта беготня, то он просто не может нормально до него дойти и... Контроля стабильного не хватает, особенно сейчас, когда вид блинка будет. Да, это прям... ну, проблема серьёзная. Да, это проблема решится, как только у него появятся демож-артефакты. У нас вчера просто похожая ситуация была. Там был Тинни против Войда, ну и Войд как бы ставил там хроносферы, Тинника забирали катаклизмом, а Тинни, наоборот, мог либо шотнуть Войда, либо просто там уже на слотах был слишком силён. И вот когда... В момент, когда Тинни перестал умирать от четырёх санстрайков, ну, то есть катаклизм и фрешер, вот это вот уже прям стало для Войда супер большой проблемой. Так. Тинни. Ленка готова. Здесь БКБ. Ну да, БКБ, наверное, нужен. Ого! Спиритбрекер вспомнил о артефакте, который никто не берёт. Кайяяша. Ну, думаю, на баре всё ещё нормальная тема. Ну, а где 2-0, а тогда? Альтернатив. А теперь уже и нули не нужны, кстати. Потому что его вообще монохвост не волнует. Ну да, да. Тут именно вот Кайяяша и... Ну и всё на скорости, что там. Может быть, ботинки, кстати, новые ему зайдут неплохо. Ну вот он ф... А, ну фрезы, да. Ежи фрезы. Скорее... Ой-ой-ой! А висп где? А висп всё готов сделал. Красава. Но! Придётся отдать спам. Как спасать-то вообще? А, они будут отдавать, да, потом? Да, они просто отдавать. Да, да. Окей, окей. Страшно. Виспом можно пожертвовать. А что? Глимер. Дасты. Не совсем поняли, откуда он вообще его унёс. Так, ну и забирают в итоге. Крип и Чена стоят на разведке. Ну, слушай, как-то у нас... Вот я говорил, что интрига... Не нужно, чтобы заливали гамбит интригу. Она сама зальётся здесь в какой-то момент. И она залилась. Парни, заливаю интригу. Звонить по телефону. 322-22-22-22. Она залилась реально. И вот у нас интрига есть какая-то. Ну, скажем так, всё вроде бы круто у гамбит. И в теории они должны побеждать. Но какой-то там неуверенный врыв. Вивер что-то убивает с упортов. Инвокер там не то нажал, копьё получил, умер. И всё, и моментально уже драка проиграна. Всё, преимущества нет. Рошан забирается. Короче, многое будет зависеть вот в следующих драках. Особенно на Рошане. Бара пытается здесь... Пытается скорее фармить и пугать. И более того. Да, вот Бара выходит... Вот теперь Бара реально лучше, чем другие суппорты. Потому что... Вышел из инвиза. И Гримстрог здесь погибает. Да, Гримстрог решил сагрессировать без какого-либо плана. Ему за это объяснили. Гримстрог погиб. Снизу Вивер. Вивер какой? Вивер прям с линкенсферкой. Так, и к нему перетягиваются сюда все. Оп-оп-оп-оп-оп. Просветка есть. Можно ультануть. Так. Ох, хорошо, как законтролили. Прям очень хорошо. Афтерлайв пробежался. Залетает ещё ульта. Да, Вивер чуть-чуть не успел выбежать из-под рейнджей дастов. И тут же пошла у нас атака на Марса. Ну вот, как бы интрига заливается. Интрига проливается. Никакой интриги не будет. Или... Или будет пауза. И мы сядем с вами чилить ещё на... Это новая интрига, да. Это новая интрига. Интрига с паузой. Да, да, да. Вернулся ли... Опа, дисконнектор. Нет, теперь Фезер дисконнектится. Это другое уже. Новая проблема. Ну вот что? Вивер снизу реально отступить чуть раньше и всё. И всё было бы отлично. Но в итоге нет вот этого чувства, до какой степени можно остаться. Кажется, что... Причём оно реально такое очень тонкая грань. Ещё секунда, и всё, и тебе конец. Отступи на секунду раньше, и ты уходишь. Не прочитал, пожадничал. Пугна тем временем Мактарин Спайдер Лекса. Синдром последнего крипа, знаешь, такого? Да, да. Вот именно там даже двух крипов. И самое забавное, что он даже их не стал добивать. Он реально понял, что уже пора. Но ему нужно было вот чуть-чуть пораньше. У Пугна такой вот бил через Блинк и Актарин, и Спайдер Лекса. И она реально ждёт, когда Гримстрок накинет на двух героев каких-то свой ультимейт. И будет через них лайфдрейнить. Хотя сейчас даже интереснее. Я вот вчера считал, что взять шард. Если все скучковались высасывать хп с помощью Незер Варда, шарда. Это даже... Это если два героя, уже профитнее. Потому что там получается 140%. Но если пять, это профитнее в несколько раз. Так. Лаги. А, всё нормально. Реконектнулся у нас. Всё нормально. Отлично. Но тут на самом деле реально осталось дождаться Рошана и развязки. Возможной. При которой Гамбит побеждают. Либо заливки. И в таком случае продолжение банкета будет достаточно серьёзное. у ребяток из CyberCats. Потому что плейт, когда наступает глубокий, там уже действительно какой бы тени сильный не был, там уже начинаются всякие рандомные факторы, человеческие ошибки. Полезли под фонтан, умерли. Ладно, давайте смотреть. Тут пока что у нас у Уша проблемы. Так, он. Он, он, он. И у Чена проблемы. И Чен... Да, Чен вообще беззащитный, конечно. И Пугна тоже. Да. Ну, это стандартная, послепаузовая такая релаксация. Которая приводит вот к подобным последствиям. 33-12. 9к перефарма. За Гамбит. И теперь господин Саюж. Он сфармит пока что. Пока у него все коры куда-то разошлись. Сверху Тинни дала мой тавер. На миде фаржи сейчас будут ломать тавер. Чекает на всякий случай. Не дефает ли кто-то. Если бы кто-то дефал Afterlife, бы быстро с ним разобрался. И Тинни что, пойдет дальше? Наверное, не нужно. Но, с другой стороны, это не Вивера. Вот так просто не взять. У него 3300 хп. Нет никакого процентного урона. Ничего. Даже Виверу с его слотами долго достаточно убивать. Этого Тинника. И у него еще есть Ливер. И талант на статус Resistance. То есть он прям такой максимально плотный. И максимально больно бьет. И еще делает себе Муншард. Потому что скорость атаки, это единственное, с чего ему не хватает. 600 урона с руки. А если быть точным, то 599 урона. Я бы на его месте хотел бы, наверное, больше Кирасу, чем Муншард. У тебя и так есть Алакайте. И так есть Оверчарж. Оба спыла добавляют тебе скорость атаки. А вот Армора. Ну, то есть ты крепкий, мощный. Но тебя все еще Шакучист пробивает. А он кидает свои, то есть на маленьких. Жучков он дает тебе минус Армор. И ты хочешь чем-то это нивелировать. Он хочет прям максимум ДПС билд какой-то. Да, да. То есть машина просто здоровая. Но я в новом месте реально. Это все еще один Хайпер Стоун из двоих. Это еще и дебаф соперника на пятерышку брони. Так-то, между прочим. Короче, не стоит оно того. В принципе, имея такой перебаф, то есть мы понимаем, что эффективность скорости атаки, увеличение скорости атаки, она же понижается. Вот. Ну да, получается, что так. Нет смысла особо. Особенно если у тебя еще и сабля, то в какой-то момент с высокой скоростью атаки тебе и от сабли такого толку нет. Ну ладно, тут пока что это все теория, понятное дело. А, нет, он вот... Ну он прав, да. Никакого Дабл Хайпер Стоуна не надо. Вот эти ваши муншарды. Во, Регенчик взять, соответственно, все дела. Сатаник, возможно, не самое лучшее решение, но ничего, сойдет в целом. Там Шивы еще нет, Скади есть, конечно, но Шивы еще нет, так что Сатаник будет довольно эффективно хилить. Да, он и так будет эффективно хилить. Потому что там еще хорошие сроки у Тинника. Не хотят заканчивать пока что у нас гамбиты эту игру. Смаканулись. Кого-то нашли при помощи Санстрайка. Нашли Пугну, нашли Петруччо. Ждут Рошана. Рошан через 6 секунд появится. И мы с вами узнаем, кто уже попал, кто выиграет эту катку. Потому что тот, кто заберет Рошана, тот, естественно, и молодец. Вот. В случае с гамбитами они уж точно выиграют. А если Сайберкайцы возьмут Рошана, то в этом случае у нас еще будет интрига, которая будет давать нам шанс. Втерлайф пролетел мимо. Запушил ботом лайн, потому что ему необходимо сейчас заставить противника стянуться на бот. Для того, чтобы задефать Т4 вышку. И Сатаник появляется на Тиннике. Теперь Смайли Найт супер готов драться здесь сколько хочет. Меложил в свою очередь рядом вместе с ним. Релокейт пошел на ботом, для того, чтобы заскрыть пушить вышку. Под лакричи еще заранее на бафаном. Главное, чтобы Висп выжил здесь. А Висп не выжил. Так, а Тинни. А Тинни БКБ ТПА. Да, да, и у них нечем снять сквозь БКБ ТПА. Все, Рошана, можно идти спокойно. Висп пожертвовал собой. Автерлайф. Опа. Гримстрока сейчас попытаются забрать. Выкидывает его из-под Санстрайка. Хил от Чена пошел неплохой. Накачивает Гримстрока. БКБшечка, но это не спасает ситуацию. Бару предвозили. Да, надежда была на то, что вы дистанционно играете против Гримстрока, но все равно парни зачем-то вошли в эту драку до конца. И Милажул. Да, и вот он просто фидит сейчас. Он под Виженом. Тасты на него должны даться. До свидания. Тастов уже не было, но просто щитом его. Не-не-не, нам же включили Вижен. Он не попал, но ему щитом все равно. Какая разница, он умер. Вот что главное. Ну вот, я говорю, вот она. Заливается интрига опять в очередной раз. Как ХП Гримстроку заливается. Так, сейчас Тинни будет воровать, супер показывать Электрик. Нет, не будет. Боится. У него БКБ нет. Да. Как говорится, не Электрик. Нечего лезть. Это реально сейчас про этого Тинни. Ну вот, то есть какая цепочка событий. Тинни летят с Виспом. Висп погибает. Тинни вынужден потратить БКБ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А шард у Вивера есть уже, да? Да. И аппарат погибает. И Вивер-то живет. Нормальные куски, конечно, Вивер накидывает на саппортов. Нет, с шардом это дичь. А что? Вот это Тинни, конечно, здесь. Но он, видимо, уверен в себе. Ну, у него сатаник, типа, если что, выживет. И БКБ тоже уйдет просто и все. Да, но БКБ сатаник. Хотя против Вивера с Аскади. Такая вот, как-то там, отступать страшновато, может быть. Да, отрывает куски жесткие, потому что есть Колчан. Бара-бара-бара покупает себе скипетр. Но преимущество все еще неплохое. Опять же, Вивер. Так, это что такое? Это врыв. Ой-ой-ой. Легкая цель, на самом деле, для ИР. ИП привязывают Тинни. Ой-ой-ой, как неприятно. И Вивер здесь подветренный. И Тинни-то вообще нет. А ТП-аут невозможно нажать, потому что ТПКД. И приходит Вис. Сатаник. Что можно? Сатаник нажимается. Виверу больно. Но не настолько, чтобы погибать. Он возвращается обратно от таймлапсера. Он под Томьям. У него нет контроля на него. По Нолжулу приходит. Нолжулу надо помочь всем, чем есть. Он помогает. Тинни на лоу-хп остается. Да, Висп сюда прилетал с Релокейта. То есть он... Надо было выжить любой ценой на 10 секунд. Да, дальше уже можно было вывозить. И Союз, главное, выжил. Это тоже супер важно. Да, все выжили. Но они всего-навсего выбили Аегис. И Вивер становится все мощнее и мощнее. Он там просто 26-й лево. Какие-то нереальные куски. Вот вам, пожалуйста, кэри. Не, вообще с Шардом, конечно, интересный молодой человек этот Вивер. А что он ему добавляет теперь? Он... Это поменялось? Нет. То же самое, да? Старые жуки. Жуки и тычка по каждому, на ком висит. И еще и они в инвиз ревилят. То есть получается прям такая... Какая-то... Демон. Вон, смотри, бам. И все, минус пачка. Там еще и пугно кастануло. Крипов просто разорвало. Ну, тоже стоит аккуратно, конечно, с точки зрения того, что Аегиса теперь нет. Ну... Как бы Тинни теперь тяжеловато, если такая хаотичная драка происходит. Так, ну он... Так, ну он... Сейчас опять повторение того же самого. Декрип, Марс. Так. Ну да. Ну может БКБ нажать, ТПАУТ, нет? Ну, Тинни да. А вот Виск нет. И Тинни надо нажимать. БКБ, ТПАУТ. Он пытается уйти. Можно его светануть, наверное, если есть чем. Нет чем, нечем. Серьезно. Да. Ладно, понятно. И он просто уходит, и сейчас будет низ ломать, наверное, да? В крысу. Ну, я бы так и сделал. Да, да. Опа. А может в бараке? О, какой красава все-таки. Просто... И все еще БКБ есть. Вот... Вот она цена. Фул тильти, если что. Да, я уверен, сейчас он сайбер готов с этой темой. А, и у них теперь, получается, вскрыт трон вообще. Если так подумать. Угу. В следующий раз он может не на бараке покуситься. Бараке-то он вообще съест за милую душу. Да, Тинни, конечно, по зданиям лупит очень-очень сильно. Ну что? Вроде бы 6000. Ну... И даже сломанный рейнджовый барак. Ну, все уже не так очевидно. Падение на Тинника. Тинни. Шарт этот. Действительно, еще в драке неприятно, когда висит этот жук, его некому сбивать или некогда сбивать. И куча, получается, урона лишнего залетает. И постоянно он дебафает. Да, я думаю, что шарт на вивере – это одна из тем, по которой он сможет... Ну, он может вообще становиться... Кором? Ну, каким-то вот, да. К ним супер-кором. Потому что, когда по всем залетает урон. Вот если у вивера много урона, он кидает жуков. Ну, это все у сомности же. Слишком много вещей, которые сбивают этих жуков. Если мы говорим там, в принципе, о том, что их довольно быстро сбивать, то такое вообще. Там, что, Кираса Учена была? Мне показалось. Да. Кираса Учена. Вот это да. Не знаю, почему он не собрал, кстати, второй доминатор. Было бы круто. Он в Гладмир пока делает, но вот возможно. Или, кстати, вот тотем этот. Хотя после Гладмир, да, он реально может сделать тотем себе вместо. Ну, у тотема тоже ряд минусов есть. О-о-о-о. Привет, пугна. Да, какая ошибка. И заходят. Ну и все, минус бараки, 4 удара. Как-то слишком просто. Так, портификейшн. Связывает двоих. Пугны нет. Байбэк отстанавливает. Вивер тоже не возвращается. Он даже и не думает об этом. Сейчас полетит, видимо. Но Чена уже тоже нет. Байбэк от пугна. Все, драка. Драка, но в меньшинстве находятся. Всех убили. Вивер только сейчас подходит. Начинает он бить. БКБ нет, поэтому... Кстати говоря, Союз очень хорошо отхиливает. Союз, конечно, нужно бить, а не Смайлен Найта. Но не может этого сделать Вивер. Да, ему БКБ не хватает. Ему сейчас вот на данном этапе не хватает именно Блэкинг Бар. По итогам... В пугну тушит Апарейшн здесь. И Бара бежит в нее. Конечно, в Баре стоит остановиться. Не хватает очень сильно БКБ, потому что он просто под всякими дизармами и контролями не может выдать свой урон. Ну и что в итоге? Два байбэка. Минус верхняя сторона. За... За Апарейшн. Ни за что. За бесплатный. Так, баф крипов, да, взял себе Чен талант. Да и да, у Снавири. Вот урон, которого ему так сильно не хватало. Но ему еще и БКБ теперь нужен. Ему сейчас, знаешь, не хватает одной вещи, которую нельзя купить, именно Барака. Вот этого ему точно не хватает. Это трех даже. Да. Если так смотреть на ситуацию. Рефрешер собирается на Меложулио. Будет... Правда, вот отсутствие Хигса немножко понижает эффективность рефрешера. Но, с другой стороны, фулл-раскаст и все дела. Даже без катаклизма смотрится довольно-таки неплохо. Так, Вивер. Чем ты сегодня занимался? Я кидал киберкотов в катаклизмы. Да, честно говоря, катаклизм здесь вообще... Катаклизм мне не нравится. Я просто рофлю на темно-звание. Катаклизм? Ну, типа, квотоклизм... А, там рофлят Тини с виспом. Они убивают... Убирают Бараки. Так. А что случилось-то? А, ну ладно. Там в целом не важно, что происходит с инвокером. Да, с инвокером там... Жуков нет. Были бы жуки. Можно было... На топ тем временем раздают по лицу... А, он Меложул, его бил Вивер. Он улетел наверх и забрал. Ну, короче, тут голый... Разнос, разнос, да. Голый трон, фактически. И можно будет сейчас просто прилететь. Спокойно забрать. Или, может быть, сейчас Бейзрейс у нас начнется против Тинника. Вот, кстати, решил он проблему со скоростью атаки. Да, то есть он хотел себе... Этот... Дабл Мун? Или просто Мун? Мун Шарта. Вот. Но решил, что Свитлинг будет круче. Я согласен с ним. Сколько Свитлинг дает? К ловкости он дает... Там что-то изменилось, да, по этому поводу. Ух ты, успел Вивер уйданоник. Какой работает. Там изменилось, что он теперь дает только скорость атаки. Он дает 35 ловкости. Точнее, только ловкость. Ну, то есть Тинни он дает только скорость атаки 35. Ну, плюс еще ловкость он ему дает. И, соответственно, скорость атаки... Какой же вообще развал кабинет. Он просто стоит, по нему бьют все. Абсолютно на него плевать. Он убивает бараки. Он сделал миг крипов, наконец-таки. Сделал. Но Виспас здесь с Тинником, конечно, должны наказать будут. Не-не-не. А, Бара не пришел, да? Бара пришел убивать саппортов. Бара пришел на саппортов. Плюс ко всему Вивер вернулся. Долгожданное возвращение Вивера состоялось. Так, у нас тут Жук висит из-за этого баньша. Только сейчас летает, но Бара слишком быстрый. Так, все. Еще пробежал здесь. Курьера где-то там потерял. Да, мега крипов сделал. Пытались как-то дойти в трон, не знаю, там, не в трон, в сторону выйти к киберкоты, но слишком уж сильный Тинни. И сейчас просто можно даже вот резнуться Тинни с Виспом. Чуть выйдешь из базы. Копье не попадает. Чуть выйдешь из базы, в этот момент прилетает Тинни Висп, ломаю Тер-4. В следующий прилетает, ломаю Тер-4. Ну, там, в какой-то момент портификейшн, конечно. Вивер может, кстати, ультануть и восстановить себе КПшечку. Да, ультует, восстанавливает. Надо бы... Но БКБ не хватает. Просто ужасно не хватает БКБ Вивера. Он стоит в дизарме. Ну, если он соберет БКБ, у него дэмэджа не будет. Ну, и у него и без БКБ... А, ГГ. ГГ. Пригорел, признал. Все осознал, да-да-да. Ну, просто с БКБ у него дэмэдж будет мало, а без БКБ у него нет дэмэджа вообще. Причем уже проглядывала эта тенденция. Ну... Это при том, что Хекс даже инвокер не купил. Да, такая вот какая-то карта получилась. Неплохо. Мне кажется, Гамбит просто так вот, немножко расслабленно эту карту доигрывали. И поэтому какие-то шансы появлялись. Но в целом... Смайли Найт в соло. Ну, я бы сказал, что мы все объяснили еще во время драфта, да. Что просто синергия и, соответственно, адекватность драфта у Гамбит просто невероятно хороша. И если ты не засноболишь, если ты не сможешь реализовать пугну и, соответственно, Чена, то все будет крайне плохо. Так оно и случилось. Хотя Вивер красава старался камбэкать. И было у него все хорошо по Найтворсу. Но это не меняет ситуацию, потому что, ну, он просто один в поле. Ну, а мы, друзья, отправимся в паузу, соответственно, на вторую карту. Продолжение следует...